Студенческий стартап «Борись и побежда». Защиту сельскохозяйственным птицам. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Софья Волоснова. В голубом зале Казанского федерального университета в рамках визита делегации Иранского научно-исследовательского института нефтяной промышленности состоялась встреча проректора по внешним связям Казанского университета Тимирхана Алишева с представителями иранской страны. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества, а также развития будущих совместных проектов. Современные российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях. О том, как Казанский федеральный университет старается объединить усилия в становлении и укреплении международных связей, смотрите далее. 10 ноября в Институте международных отношений стартовал третий международный форум «Россия и Китай в меняющемся мире». В этом году мероприятие посвящено таким знаковым событиям, как 65-летие Общества российско-китайской дружбы и 15-летию со дня открытия Института Конфуция в Казанском федеральном университете. Сегодня общее количество студентов из Китая в Казанском федеральном университете самое большое в истории КФУ. То есть порядка 1600 студентов из Китая сегодня у нас обучается. Но есть и другой интерес, большой интерес со стороны наших российских студентов к китайскому языку, которые поддерживают, в том числе, наш Институт Конфуция. Примерно сравнимое количество ребят сегодня у нас изучают китайский язык большим интересом. Надеюсь, что научные конкурсы и совместные исследования между УЗами России и Китая будут продолжены и станут регулярным событием научной повестки Казанского университета. В рамках форума пройдут четыре ключевых мероприятия. Юбилейная 15-я международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. История и культура». Третья всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы преподавания китайского языка в 21 веке». Заключительный этап второго международного студенческого онлайн-конкурса научных работ «Россия-Китай. История и современность», а также презентация сборника рассказов современного китайского писателя Хань Шаугуна. В рамках конференции проходят круглые столы и дискуссионные площадки. Мы считаем, что, наверное, Казанский федеральный университет – это самый известный университет не только в Республике Татарстана, но и в ПФО. Так что мы считаем, что если мы проведем такие мероприятия в Казанском, в КФО, это поле лидеративное. Я приехала сюда не только для участия в конференции, но еще и потому, что здесь будет создаваться региональное отделение общества российско-китайской дружбы Республики Татарстан. У нас 20 таких регионов от Владивостока до Санкт-Петербурга, но сегодня в Приволжском. У нас есть в Мордовии, в Чувашии, в Самаре и вот сегодня в Татарстане. Так что вот это моя миссия. Начиная с октября 2007 года данное мероприятие стало одним из знаковых научных событий Института международных отношений. Именно здесь представители академической и вузовской науки Российской Федерации, Китайской Народной Республики и других стран стараются объединить усилия в становлении и укреплении международных связей в области науки и образования. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Студентка Казанского федерального университета Анеля Кадикова вошла в число победителей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Подробнее расскажем далее. Студентка четвертого курса Института физики, лаборант Центра квантовых технологий Казанского федерального университета Анеля Кадикова вошла в число победителей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». За свой проект «Разработка гетероструктуры для магниторезистивной памяти» Анеля получила грант в размере 1 миллиона рублей. «Подготовка проходила, исходя из прошлых каких-то разработок, из моей непосредственно курсовой работы. Решали, что будем пылить, какую пленку делать, какую гетероструктуру делать. Разработали небольшой план, проект. Про бизнес-план, конечно, это в большинстве своем, это моя какая-то идея, мои мысли, мое видение». Проект предназначен для производства энергонезависимой памяти нового поколения. Такие надежные устройства памяти будут хорошим подспорьем военным для хранения баз данных. Также они могут использоваться для информационных систем, систем искусственного интеллекта в мобильных устройствах. На данный момент одним из основных производителей магниторезистивной памяти является США. Разработка представителями КФУ нового перспективного наноматериала для создания такой памяти будет способствовать развитию отечественной IT-индустрии. «Мы привыкли, что все элементы памяти полупроводниковые. Они состоят из транзисторов, в общем, основаны на явлениях, которые связаны с электронами, с электричеством, как таковым, связанным с движением электронов. А здесь мы предлагаем такую идею, что у нас будет храниться информация не как движение электронов, не как какое-то значение тока, а в виде направления на магничность». Напомним, что данный конкурс направлен на создание в университетах мест запусков стартапов, а также для стимулирования молодежного предпринимательства в России. В конкурсе «Студенческий стартап» могут принять участие учащиеся вузов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры, которые готовы разработать новый товар, изделие, технологию или услугу на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации. Конкурс проводится Миноборнауки России и Фондом содействия инновациями. Адалина Абдрахманова, Ленар Гизатулин, Универньюз. Младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории агробиоинженерия Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Гузель-Лутфулина получила 1 миллион рублей на развитие своей бизнес-идеи. В чем заключается идея молодого ученого, расскажем далее. Проект младшего научного сотрудника Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Гузель-Лутфулиной под названием «Разработка препарата на основе бациллярных антимикробных липобептидов для модуляции кишечной микробиоты и профилактики инфекции сельскохозяйственных птиц» победил в конкурсе студенческий стартап федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». По словам девушки, во всем мире птицеводство является одним из самых быстро растущих секторов животноводства. Использование антибиотиков, стимуляторов роста, обеспечивающих защиту сельскохозяйственных птиц от болезней и их продуктивность, в птицеводстве запрещено. В связи с этим и возникла необходимость поиска альтернативной замены кормовым антибиотикам. Наш препарат будет способствовать как повышению продуктивности, так и повышению усвояемости кормов цыплятами-бройлерами и в целом приведет к повышению иммунитета как молотника, так и взрослых цыплят-бройлеров. Это будет какое-то сухое вещество, в состав которого будут входить наши препараты. Скорее всего, по поводу того, в каком он виде будет, еще будут разные мнения. Будем советоваться, будем планировать это дело, потому что на сегодняшний день существуют разные методы включения в комбикорма препаратов, добавок. Проект молодого микробиолога направлен на исследование влияния антимикробных липопептидов, пробиотических штаммов бациллус на формирование микробиоиды, слепого кишечника и иммунного статуса цыплят-бройлеров. Пока рассматриваем цыплят-бройлеров, так как любой научный деятель вам скажет, удобнее всего на каком-то одном примере, это либо мышка, либо это дрозофила, либо это цыпленок-бройлер, на каком-то примере полностью проработать свой продукт. И только потом уже, меняя какие-нибудь условия роста, например, бактерий, либо условия получения препарата, уже применять и расширять сферу пользования этим препаратом. Полученный грант позволит создать опытный образец препарата, а также получить новые данные о роли липопептида в пробиотическом потенциале бациллус. Они необходимы, чтобы определить потенциал использования антимикробных липопептидов бациллус в качестве профилактических добавок в птицеводстве. Сам студенческий стартап разработан для того, чтобы мы не только сидели в лабораторных условиях и все это разрабатывали, а направлен в первую очередь на то, чтобы наш продукт, создаваемый наш препарат, мы как-то смогли коммерциализировать, как-то расширить его спектр действия, в первую очередь познакомиться со своим клиентом, узнать, какие у него проблемы, с чем он сравнивает наш препарат, какие у нас конкуренты. И на все эти вопросы мы будем искать ответы во время выполнения нашего проекта. Биолог отметила, что исследованием антимикробных липопептидов пробиотических штаммов бациллуса она занимается с 2016 года. Результаты ее научных изысканий представлены в статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных журналах. В Казанском федеральном университете стартуют курсы по изучению татарского языка для всех желающих. Сюжет Маргариты Михайловой. Бесплатно выучить татарский язык любой житель Казани сможет в ближайший месяц. Ежегодные курсы стартовали в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. В этот раз программа будет представлена в виде интенсива. Курсы проводятся регулярно. Уже 2010 года, когда образовался Казанский федеральный университет, наш институт проводит бесплатные курсы татарского языка для населения. Это проводится в рамках госпрограммы по сохранению языков в республике Татарстан. Прийти на обучение можно с нулевым уровнем знаний. Курс рассчитан как на тех, кто только начинает свой путь в изучении татарского, так и на тех, кто просто хочет прокачать свои навыки литературного языка. При этом нет ограничений и для иностранных граждан. Учебник, по которому проходит обучение, объясняет все тонкости языка на русском, татарском и английском. У нас свои учебники, разные учебники есть. Есть начинающих, продолжающих. Для татароязычной аудитории, потому что у нас каждый год бывают чисто татарские группы. Туда приходят люди, которые хотят усовершенствовать татарский язык, литературный язык, поэтому там другая программа. Мы в основном работаем своими учебниками. Например, у нас учебник татарша селешинка рассчитана для очень широкого союзнаселения. Но в основном мы работаем с учебником, потому что учебник составлен по коммунициативному методу. Присоединиться к программе можно будет до 20 ноября, заполнив форму на сайте КФУ. Подробнее узнать о курсах можно по телефону 293-94-52. Свои вопросы вы также можете задать в письме на электронный адрес, который вы видите на экране. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Софья Волоснова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok